МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Гомеля отбылся пресс-тур журналистов с китайской провинции Сычуань. Их родный город Чэнду мае побратимские совязи с Гомелем. Гости наведали предприемство «Гомсельмаш». Один з найбойнейших вытворцов сельско-господарчай техники у свете установил трывалые партнерские совязи с Китайской Народной Республикой. Зараз у 11 провинциях працуя больше, як 2500 одинок техники «Гомсельмаша». Доброведують у Китае и продукцию другого бойного гомельского предприемства. Кондитерские вырабы фабрики «Спартак» поспели оценить же хары города Харбин, где открылся фирмовый магазин. У худким часе яны з'явятся у Шанхаи и Пекине. Господарки Гомельской в области завершат яровую сяубу до 15 мая. На сегодняшний день яровые посеяны у регионе на 80% запланованных площав. Целком завершена сяуба с божжевых колосовых, а так само кукурузы на зерне. Посаджаны ранняя бульба и цыбуля. При этом, по оценках специалистов, селетняя посеяная, не глядячи на ранний початок, проходить доволи складана. Заморозки, які пришлися на середину красавика, замородили полевые работы як минимум на тыдень. Тому управнанне з леташним графиком сяубы есть отставання на некольки дзен. Сегодня у Доме профсоюза будут ушановывать переможцев областного конкурсу профессийного майстерства «Гомельские майстры-2017». Мероприемство проводится областным объединением профсоюзов суместно с союзом наймальников уже сёмый год. «Ягумэта» – повышение прэстыжу человека працы, а так само пропаганда дзейности працонных коллектывов и профсоюзных организаций в области. Перший этап конкурсу проводят на предприемствах, а другие организовывают галиновые обкамы и вызначают лепших по профессиях. А пошний этап конкурсу – финал и узнагороджение переможцев. Национальная академия навук Беларуси объявила конкурс на суисканне прэмий года навуки. Конкурсы проводятся по шасти номинациях. По их выниках переможцам присуждаются прэмии у померы 150 базовых величин. Суискальниками могут стать грамадяне Беларуси, работники навуковых организаций и установ аддукации. Прэмии присуждаются як особным людям, так и аутарским коллектывам. Узмест работ, які вылучаются на конкурс, уключаются распрацовки, зробленные починаючи с 2015 года. Работы примаются до 1-го кастрычника 2017 года у комиссию по прэмиях Национальной академии навук Беларуси с указанием номинации. Гомельские переможцы конкурсу «100 идей для Беларуси» сёння примуть удел у пресс-конференции, якая отбудется у Беларуским державным университете транспорту. Мероприемство пройдя у форме диалогу, где молодые навуковцы поделятся сокретами поспеху и презентуют свои распрацовки. Нагадаем, сё лето у номинации «Агропромысловая технология и вытворчасть» лепшим стал проект по вытворчасти ядомых шкляночек, які представили студентки Белдута. У медицинских технологиях вызначился Максим Кирьянов с проектом «Пальчатка-тренажёр» для реабилітації пасля инсульту. Пераможцы отримали гранты на распрацовку бізнес-плана і путёвку на міжнародный конкурс «100 идей для СНД-2018». Як прожить життё прыгожа? Мінавіта так гучыць тема чарговага выпуску программы «Добрый вечер, Гомель» на телеканалі «Беларусь-4». Говорка подзе об сучасных параметрах жанучай прыгажості. Гості студы поделяться своїми сокретами і рецептами. Як вызначыць биологічный взрост чалавека? І ці за усёды ён супадая з узростам па пашпарці. Макчымаці пластычной хірургії ўбарать без часам. Прагэтай не толькі. Глядзіць ў программе «Добрый вечер, Гомель» сёння ў 21.40 хвілін на телеканалі «Беларусь-4». До 30-го червеня ў Гомелі закрыты рух па вулицы Каменщыкова ўсувязі з рамонтам теплотрасы. Ён будзе проходзіць на ўчастку ад скрыжаванні з вулицей Крупской да скрыжаванні з вулицей Юнацкой. Наперед закрыця руху тралейбусы маршрута ў нумар 15 і 17 будзе накераваны па вулицы Крупской да разворотнага кальца. Аутобусы маршруту 3А па вулицы Крупской без заезду да рынку Прутковскі. Аутобусы 44-го маршруту будзе рухацца па Сверыдава, Крупской, Савецкай і далей па маршруці. Регулярныя экспрэсныя аутобусы маршрута ў 14Т і 23Т таксама будзе накерувацца па Сверыдава, Крупской і Савецкай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова